МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Оксана Очкасова, а это телепроект «Открой свое дело». 13 молодых предпринимателей представили свои проекты на суд профессионального жюри, чтобы проверить их на прочность и получить обратную связь и полезные советы от экспертов. Краш-тесты и идеи стали частью всероссийской программы «Ты – предприниматель», которая реализуется Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. Образовательная программа с кулинарным уклоном у нас сегодня. Правда, рецептов ризотто не будет. Главное блюдо выпуска – идеи бизнеса в сфере питания. Первым к столу экспертов выйдет Дмитрий Ванюшкин. Я вообще с детства уже покупал и продавал, что-то изобретал, либо придумывал, либо ловил рыбу, да, допустим, и, естественно, я ее реализовал и с детства зарабатывал деньги. Тот проект, который мы тестировали очень долго и сейчас ищем инвестиции – это рыба и мясо горячего копчения. Боль клиента мы снимаем. Совместные решения. То есть, если клиент спрашивает, какие у него проблемы или вопросы есть, естественно, мы отвечаем и разрешаем их боль, да, допустим, я не знаю. Например, такие вопросы нам задают. Можно мы нашу рыбу закоптим, да? Да без проблем приходим и то есть это сделаем. То есть, никаких критерий нет. Клиентов – это все люди, кто, в принципе, кушает, да, любит еду. Естественно, никто от еды еще не отказывался. Единственное, есть ограничение – это ограничение детей, кормящие мамочки, которым нельзя там копченые продукты кушать. Ну и противоказания врачей. Есть и бабушки, которым нельзя кушать копченую продукцию. Коптим мы на натуральных дровах, то есть это ольховые дрова. И, естественно, мы не используем печку ни электрическую, ни жидкий дым, ничего, только исключительно на дровах. Потому что практика нам, опыт нам показывает, что очень сильно влияет это жидкий дым на, то есть вкус рыбы, да. Это даже те опилки, которые нам продают в магазинах, там ее чем-то перемешивают, я не знаю, чтобы они не сохли. И поэтому мы используем только дрова. Такая критерия, вот мы вообще не будем поставлять ни в магазины, ни каким-то предпринимателям частным. Чисто вот только людям и все, по знакомым, по друзьям, то есть по рекомендации. Этот мы метод испробовали, это очень хорошо работает. Планы реализации – это формирование команды, закупка необходимой продукции, розыгрыша и путем рекомендации. Для всего, для этого нужно нам от 100 тысяч рублей. Тут некоторая часть отзывов нашей работы. Бизнес не действует сейчас. А отзывы откуда? А отзывы мы ранее ее испробовали. Мы с 2013 года ее начали делать только с перерывами. И делали ее именно вот как раз в этот период, с осени до весны. Летом невозможно было ее перевозить, то есть клиенту она, ну, холодильника оборудования у нас не было. А скажите, в чем фишка вашего бизнеса или вашей идеи? В чем фишка? Чем это отличается от других? Нет границ. Любого человека нет границ и, конечно, вкус. Почему это будут покупать? Как наша практика показывает, людям нравится. А что нравится? Сама продукция. Продукция, то есть качество какое-то необыкновенное, да? Продукция, качество, да, и вообще… Ручная работа. Ручная работа. Вы говорите, 100 тысяч надо, а вы просчитывали на цифрах? На что эти 100 тысяч у вас пойдут? Как вы будете возвращать деньги? Когда вы прибыль увидите? Ну, 100 тысяч пойдут именно для закупки, для запуска и уже начать заработать. А прибыль мы примерно увидим где-то в течение вот… ну, два месяца где-то точно прибыли не будет. Вот после второго месяца, третий месяц уже прибыль пойдет. Хорошо. А какие каналы продвижения своей продукции вы предусматриваете? Используемые соцсети, то есть розыгрыши, мы вообще исключили посторонние, ну, сторонние рекламы. То есть мы раньше пробовали плати, денег, там просмотров много, а результата нету. А когда по рекомендации именно отдаешь, ну, разыгрываешь рыбу, люди пробуют эту, конечно, продукцию, она вкусная, естественно, она очень быстро распространяется. И сразу же видно, когда человек репостит эту продукцию, да, это сразу видно, что он потенциальный клиент. Значит, он любит рыбу, либо хочет попробовать, либо что-то ищет. Раньше платили деньги, то есть на сторонние сайты, там просто люди смотрели, как бы, там рыба, рыба и все. Узнавали вопросы лицензирования вот этой деятельности, контроля качества продукции? Узнавал. Какие сложности видите? А здесь, как нам сказали, вот санпиме, даже ветеринарии, нам сказали, что именно если вы будете продавать друзьям, знакомым, то вам, в принципе, сертификат не нужен. А если вы хотите поставлять предпринимателям в киоски, либо в магазины, то вам нужна обязательно сертификация. А почему 100 тысяч, раз нам ветеринарии говорят, вы можете продавать своим знакомым и друзьям, вам не нужна сертификация. Но если вы хотите получить сертификацию, вам необходимо быть, опять же, сертифицированная печка, там, опять же, там, под определенный санпин здание нужно строить. В любом случае, как бы, вы, если даже сертифицированную печь купите, опять же, здание у вас не проходит, как бы говорят. Вот. Дмитрий, можно вопрос? А у вас какое образование? Тракторист. Нет, ну, а технология всего изготовления, там ведь это, вы с этим знакомы? Ну, у меня вообще образование, тракторист, машиней, сельхоз, производство, поэтому, как бы, это тоже, как производство, это, ну, подходит. Вопрос простой. Значит, если вы сказали, сосчитали, сколько килограмм рыбы и примерное количество людей в сутки вам необходимо, скажем так, обслуживать для того, чтобы выйти на точку окупаемости. Сейчас точно не могу сказать. Ну, потому что, на самом деле, это самый ключевой вопрос, и он как раз пересекается с вопросом Звербанка, потому что оттуда сразу будет возникать вопрос, какие каналы ты для этого будешь использовать, чтобы эти люди, такое количество людей у тебя покупали. Так же рекомендации, которые я вам рассказал. Я понимаю, я понимаю. То есть, если, например, точка окупаемости, что ты должен, например, продавать 100 килограмм отсюда и мощности твоего предприятия, и, соответственно, весь проект. И, может быть, вопрос не в 100 тысяч будет стоять, вопрос, а совершенно в других. То есть, это самый ключевой вопрос, который для тебя нужно, как сказать, посчитать и ответить. Вот в день нужно продавать где-то 20 килограмм минимум. Хорошо, средняя моноценка какая будет на 1 килограмм? Ну, если, допустим, мы за 100 рублей рыбу покупаем, то мы на оценку делаем 200 рублей, за 300 рублей она будет продаваться. Может, даже за 330-350. То есть, 300 рублей я умножаю? Нет, я просто говорю, 300 рублей сразу умножай на 20, да? Ну, да. Сколько получается? Будет 6 тысяч, 60 тысяч. То есть, этого будет достаточно? Достаточно. Нет, я просто задаю вопрос. Для тебя цепь 60 тысяч – это точка окупаемости. Хорошо? Очень удобно. Привозят тебе готовую еду. А если она еще и правильная и диетическая, цены ей нет. Хотя, цена есть. Стоит такое счастье 250 рублей за завтрак, обед и ужин. Удивительно? Именно к таким цифрам привели расчеты следующей участницы Екатерины Корытниковой. Все зависит от него самого. Именно поэтому я хочу стать предпринимателем. А также для того, чтобы внести какие-то новые инновационные идеи в жизнь общества. Начнем с того, что Чебоксары является развивающимся городом, в котором достаточно много людей, постоянно чем-то занятых. У них не хватает времени на занятия собой, занятия своим здоровьем и правильным питанием. Потенциальные клиенты. Во-первых, это люди, занятые работой. Во-вторых, люди, мечтающие похудеть довольно-таки уже давно, но никак не... которые никак не могут взять себя в руки. И в-третьих, это люди с проблемами со здоровьем. Предлагается комплекс меню по какой-либо диете. Это, например, какая-то медицинская диета. Или популярный на сегодняшний день диета Дюкана. Блюда предполагается реализовывать на весь период соблюдения выбора диеты. То есть каждый день утром мы будем предоставлять определенный пакет с едой нашим клиентам. Внутри будут контейнеры, которые... скажем так, каждый контейнер будет рассчитан на определенное время, в которое клиент должен его принять. Также на контейнерах будут рассчитаны калории, что включает белки, жиры и углеводы. План реализации. Для начала я хочу протестировать данную идею путем размещения информации в социальных сетях. Далее я не исключаю такой возможности трудоустройства в популярную Чебоксарскую, допустим, какую-нибудь организацию по доставке еды для того, чтобы узнать все это изнутри, то есть получить определенный опыт. Далее я планирую заключить договор с производственными организациями, например, какого-либо кафе, для того, чтобы, допустим, по утрам готовить еду нашим клиентам, то есть тем самым уменьшать свои затраты. А дальше пойдет процесс по закупке сырья, материалов и постоянно активной рекламы. Мои первоначальные затраты – это около 200 тысяч рублей. Туда включены, в первую очередь, это аренда помещения, далее это приобретение упаковок и, конечно же, реклама нашей организации. Прибыль, которую я получу примерно за 6 месяцев, это около 80 тысяч рублей. Минимальный мой показатель, который я планирую осуществить и который, я думаю, будет выполнен, безусловно. Прибыль, Екатерина, начнется с первого месяца или со второго, с третьего, с четвертого? Ну, я надеюсь, с третьего получится уже получать прибыль. Великолепно. Просто тогда, получается, вам необходимо к тем 200 тысячам, которые вы запланировали к запуску, еще три месяца дополнительных средств для того, чтобы что? Уже включено это все первоначальное. Нет, первоначально, то есть, скажем так, первоначально тогда получается у вас 100 тысяч, а оставшиеся 100 тысяч нужно равномерно разложить или не разложить неравномерно на первые три месяца, в которые вы прибыль получать не будете, правильно? Да. То есть, вот в расчете вот это нужно обязательно учитывать. Надо же как-то завоевать доверие, и чтобы я, допустим, да, если я у вас буду заказывать, я должен был, буду уверен, что еда именно это здоровая, и компоненты, из которых вы все это делаете, оно тоже хорошее. Ну, то есть, а может быть, это какие-то фермерские продукты, да, может быть, это еще вот, ну, как вот, есть одна пиццерия, да, которая поставила камеры, и можно видеть, как делается их пицца, да, к примеру? Кстати, да, насчет камеры. Вот, я это, то есть, это не критика, а это как раз, чтобы вы это тоже предусмотрели. У меня вопрос, а вы вообще смотрели, есть ли, ну, во всяком случае, у нас в республике аналогичные? Есть. Хорошо. Сколько будет стоить вот на сутки, например, да, заказать завтрак, обед, ужин? Вы знаете, здесь рассчитано то, что мы будем предоставлять продукцию не на сутки, то есть на определенный период времени. Допустим, человек заказывает нам эту диету на месяц, оплачивает нам, и весь последующий месяц мы ему предоставляем данные, получается, пакеты с едой. На определенный день это не будет рассчитано. Месяц сколько будет стоить? Ну, от 4 до 15 тысяч, это зависит от как раз-таки диеты, которую выберет клиент. Ну, просто я, как бы, на самом деле, интересовалась подобными диетами и, как бы, пакетами. Там идет, во всяком случае, у нас в республике где-то на сутки минимум это 2 тысячи на сутки. Нет. Это три коробочки, тебе их привозят по времени, на завтрак, правильно я понимаю? Или вы планируете, что вы сразу все три коробочки привезли? Все три коробочки, да, сразу. То есть один раз в день вы привезли, или вы сразу привезли на несколько дней? Да, утром будет доставка. Кать, практический вопрос, а ты точно все хорошо посчитала? Я вот просто беру. 15 тысяч делю на 30 дней, это получается 500 рублей в день. Завтрак, обед и ужин делю 500 на 3, это получается 165 рублей. Да. 165 рублей. Сейчас не будем вдаваться, как бы, глубоко в правильное питание. Ну, поверхностный мой, может быть, потребительский взгляд. Правильное питание, это, наверное, все-таки большое количество овощей. Да. Да, и 155, 165 рублей в зимний период ты хочешь. А так это все еще с овощами правильными, еще и, если это мясо, то говядина какая-нибудь правильная. И все это в 165 рублей с доставкой, упаковкой, у меня прям очень большие сомнения. Еще с арендой помещения там какого-то кафе, то есть это не собственности т.д. и т.п. Прям, знаешь, вот, прям скажу, 165 рублей – это салат, заправленный хорошенько майонезом. Вот прям тебе для понимания. Нет, смотря где, наверное. Нет, с точки зрения денег, чтобы ты с этого что-то еще заработала, вот это тебе майонез здесь как плохой пример приведен, как дешевый продукт, который уталяет быстро голову. Вот за 165 получится что-то такое, но никак неправильное питание с доставкой в красивой упаковке. Попил и поел – принцип, который в основу своего бизнеса хочет заложить Ксения Прокопьева. Она расскажет, как собирается продавать съедобную посуду. Большая проблема людей в том, что не хватает времени. Довольно часто люди просто забывают перекусить. Моими конечными потребителями будут студенты. Так как я сама студент, я могу сказать, что наши перемены длятся минут 10. И мы перемещаемся с одного корпуса на другой, то есть постоянно передвигаемся. И не хватает времени просто перекусить, как бы поесть. Хочу сказать, что съедобная посуда экономит время на занятых людях. Продавать свой продукт владельцам кафе, точкам быстрого питания. Также буду в будущем сотрудничать с какими-то либо пекарнями, кондитерскими. В дальнейшем я буду искать сотрудников. И также на конечном итоге заключения договоров по ставке будет это все реализоваться. Хочу сказать, что на данный момент конкурентов в Чебоксарах нет. Ты планируешь заняться производством или реализацией, распространением? Производством съедобных стаканчиков. То есть это будет кофе. Можно будет попить, а потом уже как бы поесть. Смотри, идея классная, она красиво звучит. А еще скажи, а в чем я как человек занятый экономлю время? То есть вы покупаете этот стаканчик, пьете его и сразу же кушаете. То есть я трачу дополнительное время на то, чтобы съесть? Нет, ну просто у людей не хватает времени, допустим. Выкинуть ворну? Посмотри, вот есть стаканчик компании Дольмс. Он стоит там, условно говоря, ну вот все подобные компании, они очень работают со своими издержками, он стоит там копеек 90. Вот они закупили, производство, да, закупили, вот они продали. Ну то есть водители могут, допустим, взять. То есть, да, и попьют, и покушают. То есть тема все-таки еще и поесть или сэкономить время? Поесть. Поесть, так, да, это уже другая тема. То есть стаканы мега вкусные должны быть? Ну да. А у меня вопрос, сколько будет один стакан стоить? Рублей 30-50. То есть фактически либо бизнесмен потеряет в прибыли, либо он должен повысить, допустим, то, что он продает, то же самое кофе, на 30-50 рублей. Правильно? Ну да. Да, то есть получается для студентов это не совсем, наверное, выход, потому что, ну как бы это очень дорого. Ну, 30 рублей, я думаю, это не совсем дорого. А еще кофе? Нет, это будет вместе, то есть стоимость одного стаканчика. Не-не-не, а сколько один стаканчик просто вот стоит? Ну сколько будет примерно сам стаканчик? Не считали? Нет. А, все понятно. Здесь на самом деле еще очень важно четко определить свой сегмент потребителя. И от их желания, от их потребностей на самом деле двигаться вперед. И Денис как раз хотел намекнуть, захотят ли даже студенты, несмотря на вот такие маленькие перерывы, и пить, и есть. А если есть, то какой это будет вкус, насколько это будет интересно. То есть мясное, не мясное, мучное, не мучное. За это... Мясное. Да. Вот эти вопросы на самом деле достаточно важны, хотя идея такая неплохая. Я ждал, что будет все гораздо хуже, что будет просто детский сад. Безусловно, каким-то ребятам многого чего не хватает, и прям чувствуется, какие-то ребята просто насмотрелись книжек, посмотрели какие-то телепрограммы, и решили, значит, как курсовую работу написать свой стартап. Но прям ряд проектов фактически готовых. Вкладывайся хоть завтра, и вот так смахивай пот, и получай дивиденды. То есть есть прям проекты, готовые к реализации, интересные, проработанные, прям вкусные, что называется. Главное, чтобы вкус к жизни не пропал, и желание создать бизнес не остыло. У героя нашей рубрики «Бизнес-успех» с этим все в порядке. Далеко отходить от кулинарной темы не будем. К любому столу нужны салфетки. Чистенькие, белоснежные. На столе без них ни то, что некрасиво, непрактично. Почти 90% кафе и ресторанов Чебоксара заказывают салфетки у одного местного производителя. Сергей, мы сотрудничаем уже на протяжении года. Очень долго искали хорошего и надежного поставщика, у которого будет весь перечень товаров, которые необходимы для поддержания кафе, как говорится, в хорошем и в чистом состоянии, в том числе и салфетки. Бизнес пошел не сразу. Чтобы встать на ноги и найти рынки сбыта, предпринимателю Сергею Ефремову понадобилось полтора года. Когда мы запускались, у нас объемы были довольно-таки небольшие, и у нас зачастую возникала проблема перепроизводства. В связи с этим у меня не получалось нанять постоянный штат и была обожая текучка кадров. Сегодня работа в цеху налажена. Станок ритмично штампует салфетки. Упаковщица аккуратно собирает их в пачки. Работа состоит, потому что я упакую. У меня выходит салфетка в пачках штучные, там сколько штук, и упакую я их в пакеты. Потом вот в матрасы я ложу. Где-то в день около двух с половиной тысяч, что ли, пачек получается. Целлюлозную бумагу-основу везут из Татарстана. Из одной бобины весом в три тонны выходит десять тысяч салфеток. Все начинается с тиснения. На этом этапе происходит тиснение бумаги. Далее бумага складывается ровно пополам. На следующем этапе происходит фальцевание. Салфетка раскладывается в ровные отрезки, которые затем нарезаются ровно пополам. Интересный факт. Чем быстрее работает станок, тем качественнее и ровнее получаются салфетки. Вот бы так с бизнесом. Запустил и сразу пошло. Быстро, гладко и ровно. Сегодня наш эксперт, бизнес-тренер и профессиональный коуч Александр Чернов расскажет о модели лидерства. Ведь чтобы преуспеть в любом бизнесе, надо быть лидером. Тогда и люди за тобой потянутся, и клиенты появятся. Любой предприниматель на самом деле, кроме идеи, должен обладать лидерскими качествами. Что для этого необходимо? Для этого нужно понимать, что такое лидерство. Сегодня я хочу переговорить об одной модели лидерства Ицака Адизиса. Очень интересный взгляд на компетенции менеджеров. И проблему лидерства предлагает американский профессор Ицак Адизис. Один из мировых экспертов в области улучшения производительности организации путем проведения изменений. Основатель и президент Института Адизиса, преподаватель Стэнфордского университета, школы менеджмента Калифорнийского университета. Обратите внимание, по его мнению, управление можно считать успешным, если организация результативна и эффективна в ближайшей и долгосрочной перспективе. Результативность в краткосрочном аспекте означает, что организация удовлетворяет текучие потребности клиентов. Эффективность в краткосрочном аспекте означает, что она при этом использует минимум необходимых ресурсов, избегая ненужных потерь. Результативность в долгосрочной перспективе означает, что организация сумеет удовлетворить потребности будущих клиентов и что она готова к упереждающим действиям в случае изменения внешних условий. Эффективность в долгосрочной перспективе означает, что в организации нет незаменимых. Она органично адаптируется к внутренним изменениям, сохраняя жизнеспособность. Для решения этой задачи менеджеру необходимо обладать многочисленными, порой взаимоисключающими качествами и уметь эффективно выполнять четыре функции. Какие именно? Первое – производство результатов. Второе – администрирование, предпринимательство и интеграция. Реализация каждой функции позволяет получить ответ на соответствующий вопрос. Первое – что нужно сделать, как это нужно сделать, когда и зачем нужно это сделать и кто это должен делать. Давайте разберемся с каждой из этих функций поделимся. Итак, первая функция, которую должен выполнять менеджмент в любой организации – это производство результатов. Или английская P, обеспечивающая результативность организации в краткосрочном аспекте. О каких результатах идет речь? Организация должна удовлетворять потребности клиентов, ради которых она существует. Почему люди обращаются к вашей компании? Для чего им нужно? Какие услуги им требуются? Дело производителя – удовлетворить их потребности. Оценить эту функцию можно по количеству людей, которые возвращаются, чтобы произвести конкурентноспособные продукты или услуги вашей компании. Производитель знает, что нужно клиенту, умеет создать то, что нужно клиенту, самостоятельно производит продукт, обладает мотивацией достижения. Вторая функция – администрирование. Нужна, чтобы поддерживать порядок в организационных процессах. Компания должна делать правильные вещи в правильной последовательности с правильной интенсивностью. Задача администратора обеспечить эффективность в краткосрочном аспекте. Когда затраты на удовлетворение потребностей клиента ниже, чем цена, которую клиент готов заплатить, организация рентабельна в краткосрочном аспекте. Администратор методичен, организован, способен видеть подводные камни, знает, что происходит в компании, заботится о достоверности информации, не производит продукт. А как насчет долгосрочной перспективы? В долгосрочной перспективе не обойтись без правильца. Он определяет курс, которым должна следовать организация. Такой человек готов к упреждающим действиям в условиях постоянных изменений, что делает компанию результативной в долгосрочной перспективе. Это функция предпринимателя, который подходит к делу творчески и готов рисковать. Если эта функция выполняется успешно, услуги или продукты организации будут пользоваться спросом у будущих клиентов. Предприниматель выбирает направление развития компании, является творческой личностью, проявляет смелость и готовность действовать. И, наконец, менеджмент должен обеспечить интеграцию, то есть создать такую атмосферу и систему ценностей, которые заставят людей действовать сообща и не дадут никому стать незаменимым, что делает организацию эффективной в долгосрочной перспективе. Интегратор способен объединить людей, обладает творческими способностями, проявляет недоразумения, чувствует и понимает других людей, не стремится стать незаменимым. По мнению Одизиса, большинство менеджеров могут успешно выполнять одну или две из рассмотренных функций, опираясь на которые они формируют свой стиль управления. Однако эффективный менеджер должен владеть хотя бы элементарными навыками выполнения каждой из них. Если же одна или несколько функций не выполняется, то это имеют стили неправильного менеджера. Функция буквы «П» – это герой-одиночка. Если это хороший администратор и больше ничем не владеет, это бюрократ. Если это предприниматель и больше никаких функций нет, это поджигательный. Ну и, наконец, если он интегратор, то это просто горячий сторонник. Такие лидерские стили на самом деле вредны. Однако лидером, по мнению Одизиса, можно назвать именно такого человека, который выполняет две и более функции. Причем одной из них обязательно должна быть интеграция. Это умение объединять людей. При этом прочие функции также должны выполняться удовлетворительно. Эти четыре функции необходимы для успешного управления любой организации, независимо от технологий, культуры, масштабов. Как только одна или несколько функций перестают выполняться, мы сталкиваемся с неправильным менеджентом. Неудовлетворительно выполняется «П» функция, и клиенты остаются неудовлетворенными, а объем продаж снижается. Плохо выполняется функция А – администрирование, и организация несет неоправданные потери. Организация не справляется с предпринимательской функцией, и новые продукты поставляются на рынок с опозданием и не пользуются спросом. Не реализуются функции интеграции, и у компании начинаются конвульсии, возникают большие проблемы, когда ее оставляет лидер. На сегодня все. Смотрите проект «Открой свое дело» каждый вторник в 20.30 на Национальном телевидении Чуваши или на нашем канале в YouTube. Всего вам доброго и профессиональных успехов! Программа реализуется Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи, Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики.